Урок десятый. Давайте отправимся за покупками. В течение двух часов. Уже. Усталый. Смотреть на... Покупка. Плащ. Блузка. Подарить. Перчатки. Размер. Я хочу... Шарф. Мне это нравится. Определенно. Ульрика и Андре находятся в универсальном магазине. Покупка Подарков. Покупка. Шарф. Уже. Слушайте и повторяйте. Мы покупаем подарки уже два часа. Я устала. Тогда давай-ка посмотрим, что мы купили. Этот плащ я подарю своему брату. А эту блузку своей сестре. А что ты подаришь детям? Я принесу им эти перчатки. Надеюсь, размер подойдет. Скажи-ка. Кому ты хочешь дать этот шарф? Моему другу. О, шарф ему обязательно понравится. Вот еще несколько новых слов и выражений. Продавец. Брюки подходят. Дешевый. Недорогой. Дорогой. Рубашка. Пара ботинок. Костюм. Чем я могу вам помочь? Я ищу платить. А вот некоторые цвета. Цвет. Продолжение следует... Ответьте на вопросы, используя ключевые слова. Перчатки. Спросите, сколько стоит этот костюм. При каком свете светофора нужно остановиться? При каком свете светофора можно идти? Давайте повторим именительные и винительные падежи. Я беру пальто. Местоимение «я» является подлежащим в предложении, поэтому оно стоит в именительном падеже. Пальто является прямым дополнением, поэтому оно употреблено в винительном падеже. Теперь рассмотрим следующее предложение. Местоимение «я» является опять подлежащим и стоит в именительном падеже. Является опять прямым дополнением в винительном падеже. «Моему брату» является косвенным дополнением, поэтому оно употреблено в дательном падеже. Как и в случае с винительным падежом, здесь меняют форму артикль. Артикль мужского рода единственного числа «der» получает форму «dem». Артикль женского рода единственного числа «dieb» получает форму «der». Артикль среднего рода единственного числа «das» получает форму «dem». И артикль множественного числа «dieb» получает форму «dein». Неопределённые артикли также изменяются. Артикль мужского рода «Ein» получает форму «Einem». Артикль женского рода «Eine» получает форму «Einer». Артикль среднего рода «Ein» получает форму «Einem». Я несу эту книгу этой женщине. Мы дарим эту рубашку другу. Она посылает письмо подруге. Винительный падеж употребляется также для обозначения направления, а дательный – для обозначения местонахождения. Я ставлю стакан на стол. Стакан стоит на столе. Давайте рассмотрим некоторые предлоги, которые могут обозначать как направление, так и местонахождение. Пожалуйста, обратите внимание, что предлог «in» и артикль дательного падежа «dem» сливаются в «im». Предлог «in» и артикль «das» сливаются в «ins». В поезд. В поезд. In den Zug. В поезде. Im Zug. В поезд. На улицу. На улицу. На улице. Auf der Straße. В комнату. Ins Zimmer. В комнате. Im Zimmer. Личные местоимения также изменяются в дательном падеже. Она дает тебе книгу. В дательном падеже также меняют форму на Кому вы даете книгу? Кому вы даете деньги? В предложениях с глаголом «нравится» подлежащие дополнения меняются местами. «Эта рубашка мне нравится». В этом случае косвенное дополнение «мир» ставится в конце предложения, а «дас хемпт» «рубашка» превращается в подлежащее. В буквальном переводе «рубашка нравится мне». «Эта фотография мне нравится». «Этому человеку нравится эта фотография». Теперь давайте попрактикуемся на эти правила грамматики. Ответьте на вопросы, используя ключевые слова. «Вам нравится эта машина?» «Гефällt Ihnen das Auto?» «Да, das Auto gefällt mir». «Кому вы подарите эту рубашку?» «Wем schenken Sie das Hemd?» «Meinem Vater». «Ich schenke das Hemd meinem Vater». «Как у вас дела?» «Wie geht es Ihnen?» «Sehr gut». «Es geht mir sehr gut». «Пешеходные зоны», «Fußgängerzone», расположенные в деловой части большинства городов Германии, предлагают большой выбор бутиков и универмагов. В большинстве универмагов имеются большие продуктовые отделы, в которых продукты часто гораздо лучшего качества, чем в продуктовых супермаркетах. Налог с продаж уже включен в цену, так что указанная цена является окончательной. Вы находитесь в магазине одежды. Слушайте продавца и отвечайте. «Guten Tag! Kann ich Ihnen helfen?» «Скажите, да». «И скажите, что вы ищете рубашку для своего брата». «Я, ich suche ein Hemd für meinen Bruder». «Eine bestimmte Farbe?» «Скажите, да, голубую, пожалуйста». «Я, blau, bitte». «Das Hemd hier ist sehr elegant». «Скажите, что вам она не нравится?» «Употребите глагол «gefallen». «Es gefällt mir nicht». «Und das Hemd hier?» «Скажите, что вам нужен 37-й размер». «Ich brauche Größe 37». «Kein Problem». «Я, я люблю».» «Скажите, что вам нужно делать». «Я, я сколько вам нужно». «Я, я люблю».